Добрый день зрители нашего канала! Сегодня мы поговорим о такой болезни на томатах как фитофтороз посленовых. Очень распространенная болезнь в особенности в пленочных теплицах, так как там сложнее следить за климатом, в особенности когда у вас утром появляется конденсат. Фитофтороз посленовых, как сама инфекция попадает в лист, она попадает через устицы, поэтому вот эти капельки на листьях это самое-самое начало появления фитофтороза в теплице. Появляется он коричневыми буроватыми пятнами, он может появляться как на листьях, на стеблях, так и на плодах. В принципе эту болезнь уже все знают. Как с ней бороться? Есть определенные устойчивые томаты с относительной устойчивостью, но как показывает практика, большинству фермерам нравятся те томаты, которые они сажают и на процентов 90 они неустойчивые. Здесь самая главная профилактика в чем? То есть очень хорошо по биометоду, если такое, то это фитоспорин. Фитоспорин неплохо взаимодействует, подавляет фитофтороз и что хорошо, что срока ждания там всего один день. Плюс он неплохо воздействует на аидиум томата, потом очень большой спектр у него заболеваний. Да, он может быть не такой сильный как химические препараты, но во-первых он безопасный, во-вторых он очень широкого спектра действия. Если кто любит по химии, то все-таки у меня на первом месте это квадрис. Квадрис профилактически, да, вот когда вы видите, что у вас возникают условия для фитофторы, надо сразу его опрыскивать. 0,7 литра на гектар исключительно хорошо у него профилактика, потому что квадрис хорошо перемещается по самому растению, он не стоит, например, как строби, то есть на поверхности льда, то есть он перемещается и поэтому имеет очень хороший эффект. Если уже болезнь, у вас появились первые признаки болезни, да, то хорошо один из таких препаратов, как Ордан, там у нас флорокис меди и в виде контактного льда препарата, плюс цмаксонил это системник. Второй препарат после Ордана это Торидамил, тоже очень хороший препарат, имеет контактный, он комбинированный препарат, это Манкоцеп и мифеноксам, это системник. Мифеноксам очень хороший, он и имеет и лечащие, и защищенные, но единственно, да, он на прорастание никак не подавляет, то есть поэтому квадрис предпочтительно используют на профилактику. Потом неплохой препарат это Акробат, Акробат это басовский препарат, в принципе вот этих вам препаратов должно хватить для полной программы, там, ну, если есть что-то у вас еще что-то там, да, у кого на рынке, можно добавить, потому что сейчас препаратов очень много, но вот этих четырех препаратов, если вовремя обрабатывать, их хватает. Самое главное надо знать, что соблюдать только сроки ожидания до сбора плодов, это раз, да, если уже сроки ожидания, там, у вас, вы собираете плоды, можно проработать хорошо, это фитоспорином, единственное, концентрацию, конечно, чуть побольше сделать, чем советуют, фитоспорин лучше использовать именно жидкий, который без гуматов, там у него концентрация, по-моему, порядка под миллион китра у него идет, и все-таки его желательно, то есть, когда вы готовите, немножко раствору постоять, вода должна быть не хлорированная, это обязательно, вообще для всех живых, когда используете препараты, там, на основе бактерий, грибов, вода должна быть не хлорированной, это очень важно, да, никакие другие компоненты туда не добавляем, в особенности никаких там марганцовок, ничего, то есть не медосодержащих препаратов, потому что они могут убить этот препарат, опять же, вода должна быть желательно где-то в районе 25 градусов, и препарат желательно, чтобы он хотя бы полдня постоял, чтобы он полностью пришел в рабочее состояние, и вот таким препаратом проходитесь. Так что, в принципе, на этом все, если пользоваться этими препаратами, и самое главное, соблюдать климат, то есть климат, это очень важно по фитофторозу, то есть, если у вас будет теплица сухо, самое главное, это влажность, да, сухо, с фитофторозом у вас проблем не будет. На этом спасибо, до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok